Русский язык — из латыни, из греческого, из немецкого, из французского, из польского, из разных других. А сейчас же мы поговорим об обратном процессе. Есть ли в языках мира какие-нибудь заимствования из русского? Если спросить какого-нибудь произвольного человека, как он думает, что из русского заимствовался в другие европейские языки, например, в английский, то, скорее всего, это будет такой стандартный культурный набор. Матрёшка, самовар, бабушка. Ну, ещё, может быть, кто-нибудь вспомнит, что французское слово «бестро» якобы происходит от русского «быстро». Это то, что говорили русские солдаты, когда прогнали Наполеона в Париж. Это, кстати, неправда. Французское слово «бестро» с русским «быстро» никак не связано, оно происходит из французских диалектов. Но сейчас не об этом. Действительно, в английском языке есть слова из русского, которые обозначают важные русские культурные реалии, то, с чем Россия и русский ассоциируются в мире. Однако, если мы посмотрим в самый большой словарь английского языка, в Оксфордский словарь, то увидим, что там есть целых 300 слов, заимствованных из русского языка. Откуда столько? Правда в том, что эти слова едва ли известны рядовым носителям английского языка, потому что это так называемые экзотизмы, то есть слова, используемые для разговора о вещах, событиях, явлениях, характерных именно для России. Например, это политическая терминология, как слово «цар», которое обозначает «царь», так и разные советские термины, вроде слова «совьет» – советский, «большевик» – большевики или «перестройка» – процесс, который происходил в 80-х годах, в конце Советского Союза. Сюда же относится, разумеется, кухня, и это будут супы, вроде «борщ» или «сольянка», или напитки, как, например, квас или кефир, и разного рода другие вещи, например, «кремлин» или «валюта» – «рубль» и «копейка», и множество других слов. Некоторые слова, которые пришли через русский язык, сами по происхождению нерусские. Например, слово «намут», которое обозначает «мамонта», по происхождению якутское, слово «пельмени», которое пришло тоже через русский язык, по происхождению финно-угорское. Соответственно, общеизвестных русских заимствований в западноевропейских языках не очень много. Возможно, самое интересное из этих слов – это слово «бабушка». Именно с таким ударением и другим значением. Оно обозначает не пожилую женщину, а платок, повязанный так, как носят наши бабушки, то есть завязанный под подбородком. Это слово есть как в английском языке, так, например, и в японском. Кстати, раз уж речь зашла про японский язык, то там тоже есть заимствования из русского языка. Их не очень много, и кроме вот таких культурных заимствований есть еще несколько неожиданных. Это слово «икура», которое обозначает красную икру. В Японии, в которой много морепродуктов, есть свое слово для икры, но вот именно такой засол красной икры, как в России, называется русским словом «икура». А также прекрасное слово «катюша». Этим словом обозначают ободок, который носят девушки на голове. А название это пришло благодаря произведению Льва Толстого «Воскресенье», героиня которого по имени Катюша носила такой ободок, а спектакль по этому тексту был очень популярен в Японии в XIX веке. Сюда же из неожиданных слов относится слово «точика», заимствованное в японский из русского, и обозначает оно не пунктуационный знак, не точку, которую мы ставим в конце предложения, а бункер, то есть как бы огневая точка, из которой можно стрелять. Вернемся в Европу. Понятно, что чем ближе к России, тем больше будет русских и славянских заимствований. Например, в восточноевропейских языках, в румынском и венгерском, есть много заимствований, правда, не из русского, а из других славянских языков, но эти слова есть и в русском. Скажем, венгерское слово «утца» происходит из славянского «улица». В румынском языке вместо слова, которое обозначает войну во всех других его родственниках, используется заимствование из славянского слова «разбои». Вместо привычного для французов или итальянцев корня со значением «любить» используется славянское заимствование «юби». Но это все не русские заимствования. Где же нам искать заимствования из русского языка? Нам нужно найти какие-то народы, которые напрямую контактировали с русскими. И такие народы есть. В частности, это финны и эстонцы, финно-угорские народы, живущие по соседству с русскими. И в этих языках много слов взятых у нас. Правда, фонетика этих языков довольно сильно отличается от русской, поэтому слова искажаются сильно. И не всегда в них легко узнать современное русское слово. Например, финское слово «систи» обозначает «чистый» и происходит из этого русского слова. А слово «ристи» – это слово «крест». Дело в том, что в финском не может быть сочетания из двух согласных в начале слова. Ну, вернее, почти не может. Поэтому первый согласный пропал. Крест-ристи. И теперь, может быть, легко понять слово «рамату». Это слово происходит от русского слова «грамота». И в финском языке обозначает «библию». А в эстонском языке похожее слово обозначает просто любую книгу. Можно найти и другие заимствования. Например, название финского города Турку происходит из русского языка. И вообще в финском языке слово «турку» происходит от русского слова «торг» и обозначает просто рынок или базар. Интересно, что есть слова, которые используются в финском молодежном хельсинском сленге, но не входят в литературный язык. Например, слово «снаята» – это заимствование из русского слова «знать». Слово «вести», которое происходит от русского слова «весть», сейчас используется для сообщения в каком-нибудь мессенджере или для SMS. А, например, слово «тарина», которое происходит от русского слова «старина», обозначает какую-то историю. А иногда слова сложно узнать не потому, что изменилось их звучание, а потому что само слово в русском языке исчезло. Вот, например, такую надпись можно встретить в Эстонии. «Буси-ям». Слово «бус» – это автобус, слово «ям» – это вокзал. И вот это вот слово «ям» происходит из русского, но не от слова «яма», разумеется, а от слова, которое сейчас не сохранилось, а этот корень сохранился в слове «ямщик». «ямами» назывались станции, где «ямщики» меняли лошадей по пути, и вот в русском слово «потерялось», а в эстонском «сохранилось». А сейчас я предлагаю вам сыграть в одну игру. Я произнесу шесть финских слов, и вы их увидите на экране, а дальше я предлагаю вам поставить на паузу и попробовать угадать, что эти слова значат, то есть из каких русских слов они заимствованы в финский. Вот эти слова «пиракка», «люсикка», «лекари», «лейпе», «канава», «рукканен». А вот и ответы. «Пиракка» – это «пирог», «люсикка» – это «ложка», «лекари» – это «врач», то есть «лекарь», «лейпе» – здесь мы теряем согласное в начале слова, «хлейпе» – то есть «хлеб», «канава» – совершенно замечательное слово, это «канал». При этом в современном финском языке это может быть как, например, судоходный канал, так и телеканал, такая вот «тивиканава». Ну и, наконец, слово «рукканен» – это «руковица». Но неужели только финский, эстонский несколько слов, а также несколько культурно значимых слов в западноевропейских языках? Нет, это только вершина айсберга. А правда, подводная часть айсберга – это то, что русский на самом деле один из самых богатых языков-доноров, то есть языков, которые дают слова другим языкам. Где же все эти языки, которые заимствуют из русского? А это языки России и языки бывшего Советского Союза. Таких языков ни много ни мало, а около 200 штук. И во всех этих языках за XX век было заимствовано, на самом деле даже и раньше, гигантское количество слов из русского языка. Это и предметы одежды, это и предметы быта, мебель, это профессии, это продукты питания, это растения, животные, все что угодно. Какие-то языки довольно сильно искажают их фонетику. Как мы видели в финском, так же устроен якутский. Какие-то языки достаточно хорошо ее сохраняют. Например, обычно она хорошо сохраняется в кавказских языках. И сейчас мы сыграем еще в одну игру, только не с финским уже языком, а с якутским, который тоже довольно сильно искажает фонетический вид слова. Вот 8 слов, которые я предлагаю вам угадать. Не забудьте поставить на паузу и подумать. А вот что эти слова значат. Кюлюз – это ключ, Тирепке – это тряпка, Норвот – это народ, Келеп – это хлеб, который мы и в финском видели, Керабат – это кровать, Мебел – самое, наверное, простое – это мебель, Барабай – наверное, самое сложное – это воробей, И обтворунюк – это то, что идет после Бенедельник и перед СРД, То есть это вторник. И вот таких слов в 200 языках России бывшего Советского Союза сотни, а может быть даже и тысячи. Так что еще раз повторю, что русский – один из самых щедрых доноров слов, наряду с английским, латынью, греческим и другими западноевропейскими языками. И последнее, что важно отметить, что русский влияет не только лексически. Русский повлиял в том числе и фонетически, и грамматически на разные языки России и языки соседей, например, на белорусский и украинский. Правда, наверное, едва ли это можно считать хорошим влиянием, ведь точно так же, как мы жалуемся, что в русском языке под влиянием английского мы начинаем использовать английские грамматические и синтактические конструкции, также и носители белорусского и украинского жалуются, что настоящий белорусский и украинский прячутся под влиянием русского. Поэтому заимствования – это хорошо, но хорошо, когда они в меру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова